ну что шарик мы нарисовали сейчас нам необходимо нарисовать еще вот эти вот украшения такие небольшие кружочки ленточки и саму надпись нам один год с ней мы будем чуть меньше работать мы попробуем использовать то что здесь имеется но единственное что попробуем это вот этот вот фитиль свечи сделать тоже отдельным объектом чтобы потом если захочется повторю урок будет из нескольких частей поэтому можно будет выбрать на каком этапе остановиться возможно кому-то захочется анимировать и этот фитиль поэтому его надо будет нарисовать отдельно и так рисуем следующий объект это маленькие вот эти вот кружочки можно в принципе рисовать и в растровой графике для разнообразия давайте нарисуем в растровой графике один кружочек ну и сделаю я его захотелось красным еще раз напоминаю зажимаем клавишу shift и рисуем пропорциональный кружок вот он получился сейчас для того чтобы им легче было управлять я сделаю масштабирование вот так я пока не вижу где он у меня на сцене вот он появился он большой и вот видно что он такой растровой вот он не очень красиво имеет контур поэтому все таки я от него откажусь мне не нравится вот это вот у ряд вокруг а сделаю все отменю сделаю векторным зажимаем shift рисун кружочек здесь размер не важен но можно сразу сделать чуть поменьше и чтобы он вот вы заметили наверное я рисую в центре примерно вот шарик у меня в центре и спрайт кружочек должен быть центре чтобы ваш шарик получился где-то здесь до сделать его в центре потому что так им легче потом управлять программно мы выбираем центр спрайта устанавливаем вот так раз все теперь в центре ну и чтобы убедиться что шарик у нас центре тоже не совсем мы сделаем то же самое так нарисовали если здесь я уже сказала великоват ничего страшного мы можем на сцене уменьшить размеры спрайта вот так и и сейчас чтобы не не потерять наши творения мы их сместим вот так отлично мы сейчас нарисуем одну серпантинку тоже и потом будем просто и бросать убираем новый спрайт и потом если захочется в принципе можно делать несколько таких ленточек несколько спрайтов ну что я нарисую и вижу что она получилась очень такая очень большой дребезг если сейчас выберем да вот точечек очень много ну их можно конечно попытаться поудалять сделать более сглаженное вот даже просто я щелкаю мышкой и за счет того что этих точек станет меньше у нас будет более сглаженное изображение но сейчас в этом уроке я делать этого не буду кто будет заниматься своей открыткой пожалуйста можете развлечься и пощелкать мышкой чтобы сделать более гладкую кривую будем считать что меня этот серпантин вполне устраивает и его можно будет использовать но сейчас я посмотрю по длине да у нас немножко больше места пускай будет так есть еще ленточки потолще можно их нарисовать ну например ладно возьму сделаю еще одну ленточку и нарисую ее тоже карандашом но сделаю ее тоже немножко другим цветом примеру зеленым вот таким образом вот так чуть чуть не получилось надо попробую замкнуть вот вроде бы получилось замкнуть и сейчас заливкой мы можем залить и сейчас немножко я поправлю здесь у меня получилось неровно поправить будет сложно тот случай когда слишком много точек поэтому все таки это дело все отменю и не возьму использую да хотя бы прямоугольник сделаю из него треугольник и даже если он будет немножко угловато это не будет сильно заметно потому что он будет у нас маленький здесь чем больше точек тем более гладко можно сделать вот такое вот какое-то украшение не буду больше тратить время тоже готова и сделаем центр спрайта и сделаем конечно же поменьше так еще один у нас объект готов следующий у нас будет фитиль свечи но прежде чем я к этому перейду обращу внимание что вот мы сделали спрайт 1 спрайт 2 спрайт 3 спрайт 4 они называются так спрайт 1 спрайт 2 для того чтобы проект был красивый аккуратный мы здесь напишем имена спрайтов шарик ну или просто шар конфетти серпантин ну пусть это будет фольга и сейчас мы нарисуем спрайт фитиля свечи так и напишем фитиль опять будем делать это векторные графики и сделаем вот эту вот красоту вот этот фитиль значит фитиль у нас состоит вместе со светом будем делать поэтому будет состоять как минимум из трех объектов мы видим это вот этот ореол светящийся потом сам фитиль из двух частей и еще немножко третье мы ее тоже сюда добавим итак рисуем сначала окружность окружность у нас белая сделаем немножко меньше размер зажимаем shift рисуем ровно кружок так и сейчас заливкой тоже градиентной нам нужно сделать второй цвет желтый и вот наша заливка ее недостаточно придется делать второй белый круг и сейчас мы сделаем просто продублируем этот выбираем инструмент дублировать щелкаем вот у нас 2 появился а точнее мы сейчас выберем тот который нижний зальем его просто белым цветом и сделаем его большего размера вот так а этот вот так сверху нужно немножко больше сделать вот сейчас их двоих мы можем собрать и группировать и сейчас можно немного уменьшить потому что это уж конечно слишком большое свечение так отлично очень похоже да ну что было еще более реалистично сейчас попробуем все таки разгруппируем и вот этот вот объект заливку мы сделаем так сейчас надо выбрать желтый и второй цвет мы уберем прозрачные поменяем местами вот не сильно меняется к сожалению еще раз повторю не все так как хотелось бы в скрэйч но вполне нормально итак объединяем опять группируем это уже теперь один объект вот можно перемещать как один группа и теперь будем рисовать фитиль фитиль тоже будем рисовать из окружности выберем оранжевый цвет нарисуем овал и сейчас с этим овалом нам надо поработать поэтому увеличиваем потому что будем преобразовывать форму смотрим рядышком значит у нас есть острая часть и мы вот так вот чем больше чем дальше вытягиваем тем острее он становится нужно еще взять дополнительно так только не с той стороны и поставила . ну и получается острый кончик и сейчас вот так и поправляем здесь очень похоже ну внизу можно просто уменьшить вот эту часть ну вот похоже на фитилек по моему и сейчас то что внутри вот я вижу что фитиль немножко ярковой и здесь чуть-чуть острее надо сделать сейчас добавим еще . ну похоже по моему и сейчас то что внутри вот я вижу что фитиль немножко ярковой Вот, можно сделать немного бледнее, это уже слишком бледные, сейчас не надо здесь уже градиенты, да, придется брать те цвета, которые предлагаются, и второй мы тоже зарисуем, нарисуем мы, каким образом, мы возьмем просто вот этот фитиль и тоже продублируем, выбираем множить, дублировать, вот у нас уже второй появился, и его мы зальем еще более насыщенным оранжевым цветом, более темным, и при этом я вижу, что там как раз таки есть все-таки градиент, такой вот сверху вниз, вот, наверное, вот так мы сделаем, да, и что мы сделаем, мы его просто уменьшим, не то выделим, не страшно, вот так и вот так, ну, вроде бы похоже, нужно немножко повернуть, Похоже на фитиль, верно? Можно сделать, кстати, его, по-моему, думаю, что можно сделать красным даже, попробовать, вот, так более даже реалистично, розовый слабоват, а вот красный, наверное, даже лучше. И последнее, что у нас здесь, так, все, мы должны объединить сейчас, тоже сгруппировать два объекта, которые у нас отвечают за фитиль, Или тоже мы можем его немножко вот вытянуть, увеличить, чтобы это было похоже на свечу, вот, она у нас не точно такая же, как в образце, но похожа, мы не делаем точно так же, мы делаем свое. У того, кто рисует след за мной, наверное, тоже свое получается что-то, и вот здесь надо поближе к краю все-таки, потому что здесь у нас уже сама ниточка, которая относится к свече, вот так как-то. И ниточку мы можем нарисовать карандашом, сразу возьму черный, ну, либо можно выбрать серый, и вот так. Ну вот, думаю, что получилось. Все остальное, как я и сказала, мы будем брать, постараемся взять из этой картинки. Сейчас я тоже его уменьшу и перемещу. Случайно уменьшила эту картинку, ничего страшного, можно ее увеличить, вернуть. Итак, нам осталось сделать надпись, нам один год, и мы это сделаем тоже с помощью инструментов графического редактора Scratch, и будем делать это поэтапно. Точно так же, как мы выделяли объекты на нашем изображении, казалось бы, какое-то имеет отношение к программированию, вроде бы, да, но мы декомпозировали картинку. Мы сначала выбрали фон, потом определили, что нужно нарисовать шарик, потом мы нарисовали конфетти, фольгу, серпантин, фитиль. И сейчас мы будем рисовать тоже эту надпись в несколько этапов. Сначала я покажу, каким образом это делается на вот этой вот цифре 1, и соберем свечу, а потом уже выберем слова. Итак, что мы будем делать? Мы будем делать это на основе этой картинки, но для того, чтобы пока у нас был образец перед глазами, мы этот спрайт продублируем. Нажмем правую кнопку мыши «Дублировать» и выберем тот спрайт, который у нас второй. Вот мы его сверху поставим. Мы закрыли все предыдущие спрайты, ничего страшного, как раз нам это сейчас и нужно. И здесь у нас уже в редакторе отобразилась картинка, причем в увеличенном виде, поскольку я до этого немножко увеличивала. Можно уменьшить, увеличить, но в данном случае как раз-таки лучше увеличить. Вот так вот до 200, наверное, у меня. Далее у нас есть такой инструмент, который называется в других редакторах лассо, здесь удалить фон. Что значит удалить фон? То есть то, что вокруг какого-то объекта, который мы обведем. Выбираем этот инструмент и сейчас нас интересует вот эта цифра 1, наша свеча непосредственно. Как мы это будем делать? В принципе, можно вот так вот аккуратно взять и обвести. А можно не очень аккуратно вот так вот проводить и вот он будет захватывать какие-то области. Вот сейчас у меня получилось не очень аккуратно, поэтому я буду уже потом подправлять. Захватывает многовато. Когда пробовала, получалось аккуратнее. Наверное, я просто слишком много захватываю. Но мне необходимо, чтобы весь контур попал, поэтому я делаю, пускай будет лишнее. Это лишнее мы сейчас сотрем ластиком. Ну, вроде бы все видно. Вот здесь мне, конечно, не очень нравится. Сейчас я попробую еще раз вот так обвести. Аккуратно. Нет, не хочет подправлять. Мы будем считать, что этого нам достаточно. И все остальное, как я уже говорила, мы подотрем ластиком. Я сразу выбрала инструмент ластик, и вот вокруг все вытерлось. То есть ничего другого больше нет. Вот только цифра 1. Можем еще больше увеличить. И подчищаем. В любом случае это быстрее, да. Но тут тоже нужно быть аккуратным. Можно, вот поскольку у меня идет запись, поэтому немножко подтормаживает компьютер. И когда мы работаем на сайте, тоже происходят иногда такие немножко торможения. Поэтому вот эти вещи лучше и быстрее получаются в оффлайн-редакторе. Я не буду тратить время эфирное для того, чтобы это все подчистить ластиком. Я сейчас поставлю запись видео на паузу и все немножечко подчищу. А потом мы аналогичным образом сделаем вот эти вот две надписи. Я тоже начну, немножко покажу, а потом не буду все полностью записывать. Если кому-то не нравится вот это изображение, то в принципе можно сделать, напечатать на клавиатуре ровно просто словами нам год. А цифра 1 будет свечой. И видимо в этом уроке я именно так и сделаю. Ну вот я дорисовала свечу и в принципе уже можно поднести к фитилю и практически то, что необходимо. Ну немножко фитиль у меня больше, но я потом посмотрю, подумаю делать его меньше либо нет. Единственный здесь есть недостаток, это то, что у нас два отдельных спрайта. А по идее свеча должна быть все-таки цельная. Но этот вопрос мы попробуем решить на этапе программирования. Настолько ли нам это принципиально важно, что у нас фитиль отдельно, а наша цифра, наша свеча непосредственно отдельно. Ну и не забываем подписать свеча. И последнее, что мы сделаем, напишем вот эту надпись нам год. Но как я завершая рисование свечи сказала, я не буду ее делать с помощью инструмента удаления фона, а сделаю это надписью обычной с помощью шрифтов. Единственная есть сложность, это сложность заключающаяся в том, что скретч по-русски не всегда получается написать. Но сейчас посмотрим. Выбираем нарисовать новый спрайт. И, например, если мы рисуем, пишем в растровом редакторе, мы выбираем инструмент текст, выбираем цвет сразу желательно это делать, и пишем нам. Вот он в растровом редакторе, это пишет хорошо. Шрифт маловат, поэтому нам нужно выделить этот объект и попытаться увеличить, но он не хочет пока увеличиваться. Сейчас попробуем. Ну вот так, если поближе, то уже увеличивает. Не очень красиво, мне не очень нравится, мелковато. Увеличивается он совсем плохо. Ну сейчас попробуем вот так увеличить. Ну вот, получилось. Ну вот, почти получилось. Ну опять же, вот эта вот красота, в кавычках, мне не очень нравится. Я хочу написать, чтобы был ровный более шрифт. Даже мне не очень нравится вот эта вот вокруг белая. Это можно нарисовать. Ну, как кому больше нравится, так и делайте. Чем плохо написание шрифта в растровом редакторе, это тем, что если мы сейчас выберем инструмент текст и захотим что-то изменить, у нас ничего не получится, потому что это уже нередактируемый объект. Единственное, что мы можем сделать, это попробовать написать другим шрифтом и другую надпись. Вот, например, я пытаюсь брать, писать другим шрифтом, но уже другой шрифт не работает. То есть здесь работает только гельветика. Вот, получилось. И еще раз повторяю, мы можем редактировать эту надпись только в процессе создания. Допустим, если здесь у меня получилось что-то не так, я могу это изменить. Пока у меня есть, вот сейчас я немножко увеличу, вот эта вот рамочка, надеюсь, что на записи видео она видна. И пока показывается курсор, рядом с буквами мы можем выделить, даже изменить цвет. Но если говорить об изменении цвета, то цвет можно, в принципе, изменить и позже, выбрав инструмент «Заливка» и вот так вот сделать. Но еще раз повторяю, мне это не нравится, поэтому этот спрайт я просто удалю. Вот второй способ. Правой кнопкой мыши я удаляю. И сделаю эту надпись, снова рисую новый спрайт в векторной графике с помощью инструмента тоже текст. Сейчас проверю, возможно, уже что-то изменилось. Да, вот в гельветике он пишет по-русски. Если он не пишет по-русски, я под видео размещу ссылку на урок и на видео, где говорится о том и показано, как сделать надпись на русском языке в Scratch. И вот здесь мне больше нравится, потому что легко выделяется, можно легко изменить размер. Сейчас посмотрим. И сразу все хорошо видно. То есть с векторной графикой Scratch работает намного лучше. Ну, я просто подгоняю вот под нашу свечу. И, в принципе, можно написать год прямо здесь, чтобы по высоте это было вместе. Но тут я вижу, уже места не будет хватать, поэтому я просто могу продублировать этот спрайт. И вместо нам написать, отредактировать, написать год. Ну, вот букву О он писать не хочет, букву О он не знает. И вот тот случай, когда нужно использовать специальные средства. Но я знаю, что по-английски-то он напишет, поэтому я напишу букву О по-английски. А где же она? Вот она. А потом опять перейду на русский. И букву Д. Надеюсь, он пишет по-русски. Да, вот получилось. Ну, здесь в данном случае не важно, какой у нас язык выбран. Замечательно. Сейчас вот этот спрайт нам уже не нужен. Мы его скроем. Вот так сделаем. И можем собирать уже нашу открытку. Но делать мы это будем в следующей уже части. Эта часть уже длинная. Дорисуйте все объекты, и потом мы будем уже собирать открытку.